Кошмар. Вы смотрите Life News. Мы продолжаем. Никто кроме нас. Зачем России бороться с террористами на Ближнем Востоке? И какова реальная роль нашей страны в этом процессе? На эти и многие другие вопросы сегодня ответил глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков. Провел открытую дискуссию по ситуации в Сирии со студентами московских вузов. На встрече побывал наш корреспондент Анастасия Тимончева. Здравствуй, Настя. Ну, удалась ли дискуссия? Расскажи, были ли действительно какие-то жаркие дебаты на эту тему? Да, Евгения, приветствую тебя. Но на самом деле, как таковой дискуссии не вышло, споров никаких не возникло у собравшихся. В основном встреча представляла из себя такой монолог Алексея Пушкова по самым острым последним международным вопросам. Но точно могу сказать, что скучно никому не было, потому что практически каждые пять минут звучала какая-то шутка. И понятно, что студентам и школьникам это пришлось по вкусу. Но к тому же, действительно, говорили на очень понятном языке. И я думаю, что многие вопросы здесь стали ясны собравшимся. Ну, действительно, здесь сегодня были в основном студенты, школьники. Интересовались мы у них, ну, как бывает, нередко, что заставляют приходить на какие-то такие подобные встречи. Но нет, искренне мне говорили, в том числе и не на камеры, что пришли по своей воле сюда. Увидели просто клич в соцсетях, и поэтому не могли пропустить такое мероприятие. Пообщался Алексей Пушков и с журналистами, ответил в том числе на вопрос о заявлении Минобороны России про то, что Турция покупает краденую нефть. И предсказал возможные последствия. Депутат Госдумы считает, что по сути должна грозить за это Турция международная изоляция. Но, скорее всего, все будет развиваться совсем по другому сценарию. В любом случае, факт того, что огромные объемы нефти из ИГИЛ поступают на территорию Турции, это не может не быть неизвестно турецким властям. Этот факт, я считаю, надо принимать. Но, естественно, в НАТО постараются сделать все, чтобы на это не обратить внимания. В НАТО постараются сделать все, чтобы это не комментировать. Вот как в НАТО не комментировали результаты Одесской резни, как в НАТО не комментировали результаты обстрелов Восточной Украины со стороны вооруженных сил Украины и военизированных формирований Украины, точно так же здесь попадаются замолчать и эту информацию. Я думаю, что это не удастся. К Турции в Европе давно уже очень осторожные отношения. В начале же общения со студентами и школьниками глава Думского комитета сразу отметил, что мы сейчас стали свидетелями практически исторических событий. Наблюдаем мы не просто за борьбой за Сирию. На самом деле, это борьба за передел мира, борьба за весь Ближний Восток. И сейчас действительно посоветовала внимательно следить за этими событиями. Тем не менее, успокоил он всех собравшихся. Ему задали вопрос про возможность Третьей мировой войны. На что Алексей Пушков ответил, что вряд ли такое возможно. И обратился к американскому кинематографу, заявив, что все эти кадры, которые нам, наверное, всем хорошо знакомы, останутся лишь в фантазиях США. Посмотрите, американское кино, да? Придурговатые пирюльцы носятся, значит, на эти мобилью. На них падают какие-то, значит, куски зданий, все рушится. Естественно, их затапливает Атлантический океан. Там остается один факел от этой статуи свободы, потом он уходит под воду. Это, конечно, тем самым американцы развлекаются. Это такая форма различий. Дали Польши, Чехии, Румынии, Соединенных Штатов Америки. Когда население военный не хочет. Да, Настя, расскажи, вот какое настроение-то все-таки было у студентов, с каким они уходили? Ведь разговоры на подобную тему, особенно на Третью мировую, конечно, пугают. Да, настроения, могу сказать, были позитивные у студентов. И еще такой показатель, что практически никто не ушел, до конца все досидели. И также потом мы поинтересовались, кого же еще студенты хотят видеть на своих встречах. И они нам назвали Владимира Жириновского, Сергея Лаврова. Конечно, говорят, что понимают, что они очень занятые люди, но тем не менее искренне хотят задать им многие вопросы. И отметили, что эти встречи полезны для них, даже для их учебы. Интересует Ближний Восток, интересует политика, международные отношения. Я курсовую пишу на эту тему. Это радует, что наконец-таки у нашей страны появилась какая-то своя позиция, какое-то свое мнение. Наконец-то мы делаем то, что считаем нужным. Ну, в общем-то, каждый из нас может, похоже, написать в соцсети какой-то вопрос какой-то и обозначить какого-то спикера. И, может быть, действительно его пригласят, и вот сможем в беседе с ним провести свой вечер. Евгения, тебе слово. Да, ну, что касается Сергея Лаврова, то конкретно сейчас он находится в Белграде на встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ, поэтому мы ждем от него новостей. К студентам, видимо, может быть, он явится, но когда-нибудь не сегодня. Точно, а тебе, Настя, спасибо. Наш корреспондент Анастасия Тимончева побывала на открытой дискуссии по ситуации в Сирии. Ее для московских студентов сегодня провел глава Комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.